Здоров народ! Монтировал ролик по поводу Максима Васильева и тут курского депутата, который в Мексике очень хорошо отдыхал и вообще, собственно, всем рассказывал, какой он классный и с креветочками потягивал коктейльчики. Так вот, монтировал видосик и понял, что сегодня буквально публиковали третий акт данного марлезонского кардебалета и решил записать для вас реакцию. Так вот, в первой части он говорит, идите нахер, не ваше дело. Второе дело, это мне насрать на все ваши мнения, что там кто говорит, короче, я не виноват, во всем виновата Украина и ко-ко-ко. Люди, короче, начали ему активно срать в комменты, вот, угрожать ему, его жене и вообще в целом, ну, прям смертью. И, собственно, это нормальное следствие, потому что что-то еще ожидал. Но стоит опять же сказать, что это не единичный случай, то есть депутатишки разного помола и посола достаточно часто мотаются за границу, у них есть свои собственные самолеты, вертолеты, чартерные рейсы, они вообще не парятся, у них вообще в жизни все хорошо. И даже в коронавирусное ограничение, когда все везде было закрыто, депутатишки таскали своих там собачонок, кошечек там на выгул, мотались за винишком, либо там на какие-то выставки, короче, как бы то ни было. Это не единичное, просто этот чувак попал очень сильно не вовремя. Давайте посмотрим его оправдание. Безусловно, конечно же, буду останавливать и комментировать. Поехали. Добрый вечер, друзья. Наверное, пришло время мне уже непосредственно лично высказаться о ситуации, которая случилась со мной и с моей семьей. Какая ситуация случилась с твоей семьей? В то время, когда в стране идет война, когда в стране люди сосут палец без масла и даже без соли, в тот момент, когда люди десятками тысяч умирают на фронте, ты, морозина поганая, поехал отдыхать, чилить, короче, в отпуск. То есть в тот момент, когда люди не могут себе периодически набрать на еду, то есть на продуктовую корзину теряют работу, ты, морозина поганая, вываливаешься на отпуск и еще и неплохо отдыхаешь. При том, что еще и за границу, в которой живут пиндосы, мрази и вот это вот все. Принимаю ли я критику в свой адрес и считаю ли я свой поступок неподобающим? Во второй части данного ролика он всем говорил, что мне насрать на то, что говорят депутаты, я буду говорить только со своими избирателями. И в тот момент, когда его избиратели, на которые он ссылался, начали срать ему в комменты и говорить, какая же ты мразь, он что-то начал отреагировать. Значит, скорее всего, не лжет, действительно воспринимает критику в свою сторону. Но только от условных избирателей. Ну, дальше послушаем, как это все дешево звучит. Я действительно критику в свой адрес принимаю. Это достаточно искренне поступок свой, безусловно, в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместно, какое-то похвальство, пир во время того, как страна находится в сложной ситуации. Но это был бы шуточный ролик для личного архива, который... Видишь, он пытается перевести фокус с того, что он поехал за границу и там вообще нормально, короче, отдыхает, с того момента, что он ролик записал. Видите, какое интересное подменное понятие. То есть он не виновен в том, что он поехал в отпуск, когда страна находится в состоянии чуть ли не войны и когда в стране все очень плохо, уходят организации. А он говорит о том, что это в ролике проблема. То есть все сагрились на ролик, а не на то, что он в морозином поехал в отпуск. Фактически был украден, чем нарушены были мои права. Вот, тоже интересный факт. Он опять пытается говорить, что нет, это, короче, я жертва. Видите, украли, мои права нарушены, я буду жаловаться. Я буду добиваться от правоохранительных органов. Я готовлю сейчас туда заявление разобраться, каким образом. Это называется стрелочка. Это типа, когда ты полностью все переворачиваешь, и еще раз. Что это я жертва. Это я, видите, украли ролик. Этот ролик попал. Но он действительно был записан. Повторюсь, был записан исключительно для моей семьи. Ну, собственно, у него на лице написано, что он совершенно не сожалеет, что этот ролик абсолютно формальная штука. У него очень много «э», очень много «а», то есть он не осознает. Он просто подбирает слова, какие-нибудь, чтобы вот это вот оказалось, ну, каким-то, ну, более или менее удобно потребимым. Он вышел в сеть совершенно в другом контексте. Опять, он вышел в сеть в другом контексте. В каком контексте? То есть, контекст того, что ты находишься не в России, то, что ты находишься не на СВО, то есть то, что твоя жена и твои дети не находятся на СВО, то, что твои дома не бомбят, и то, что ты, собственно, не находишься в России. То есть, вот это другой контекст. То есть, какой еще здесь может быть контекст, кроме того, что ты находишься сейчас в Мексике и вообще нормально отдыхаешь? Я радуюсь, показываю. А ты не радуешься? Ну, типа, то, что я в этом ролике радуюсь. А ты не радуешься? Тебе нехорошо? То есть, ты приехал в Мексику и такой, бля, лучше бы я поехал в Саратов. Вот в Саратове или в Нижнем Волочке или в Верхней Пыжме. Вот сейчас нормально, а вот не вот этого вот. Как я шикую. А ты не шикуешь. Больше половины россиян никогда не были за границей. Больше половины россиян, более двух третий не имеют за кран паспорта и не говорят на другом языке. Больше половины россиян никогда не были за границей. С момента формирования РФ, конечно же. В Советском Союзе, безусловно, там кто-то куда-то мотался. После формирования Российской Федерации никто не был за границей. А ты не шикуешь? Много ли себе могут людей позволить перелететь с одного материка на другой? Вы посмотрите на ценники на эти билеты. Если вы найдете билет до Мексики... Небольшой испанский тост шуточный. Никакая, ни моя жена не снимала это. Какая разница, кто снимал этот ролик? Факт заключается в том, что ты, мудила, находишься не в России, не на СВО, не в окопах и вообще нормально живешь. Ну так, чтобы вы понимали, чтобы нормально долететь до Мексики, если вы потратите хотя бы 150 тысяч в одну сторону, вам очень сильно повезло. Она не присутствовала во время этого видео. И она вообще находится в декретном отпуске. Начинается самая дешевая манипуляция тупой звезды Бинго. Ой! Месяц ребенку только... Во, все! Дети, 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 дети! Как вы можете ругать детей? Дети, дети, у меня дети! Да вы что, я самый святой человек! То, что я топлю котят каждый день по 28 штук, вообще ничего не стоит взамен того, что у меня трое детей, дети, дети. Молоко почти пропало. Молоко пропало у нее. После того негатива, который на нее вообще ни за что свалился. Ну, то есть, подожди. То есть, она живет на деньги налогоплательщиков. Ты живешь на деньги налогоплательщиков. Ты отдыхаешь на деньги налогоплательщиков, включая зарплату, которая платится из денег налогоплательщиков. И она получила ни за что. За что? Абсолютно за что. Потому что она кормится, поется, содержит своих детей, кормит, поет. И не работает, потому что она находится в декрете. То, что декретный отпуск, права, куку-ку и так далее, срать вообще. Она сейчас находится в декрете и абсолютно ни за что получает деньги. За декретный отпуск, конечно же. И детей она одевает, убывает и кормит за деньги налогоплательщиков. И получает она абсолютно за, потому что она твоя жена. Не было бы твоей женой, не получила бы пиздюлей. Абсолютно за. Ладно, я участвовал в этом ролике и сам виноват, что он фактически попал в сеть. Так в смысле ролик попал в сеть? Это ты попал за границу и шикуешь там, алло. Нападать на многодетную маму. Многодетная мама, детки, корзиночка. Ой, коко-коко, молоко пропало. Деточка-корзиночка, зайки-крошки. Дешево. Дешево, блядь. И даже вот здесь прямо видно на его лице, что он вообще не сожалеет. Он придумывает не просто оправдание, а наоборот пытается отзеркалить, чтобы нас с вами выставить виноватыми, а себя жертвами. Очень, блядь, умно. Очень, очень по-депутатски, хочу вам сказать. Ну, не имеющее отношения к этому. Это уже перебор, поэтому... В смысле перебор? Перебор то, что ты морозина за границей чилишься, а не в окопах на СВО. Вот это действительно нечестно. Потому что ты, депутат, с дичайшей просто зарплатой, должен самым первым бежать в окопы, а не за границу лететь. Я обращаюсь ко всем хейтерам, кто... Это не хейтеры, это твои непосредственно избиратели. И если тебе это не нравится, пшел нахер. Можешь даже там, кстати, оставаться. Говорит, смерти нашей семье, детям и всему на свете, перестаньте это делать. И опять без пожалуйста, без спасибо, прошу прощения, перестаньте это делать. Тебе ли, депутатишке, указывать, что делать твоим избирателям? Ну, на самом деле, в России любят, когда им указывают. Россияне обожают, когда над ними давлеют. Но, вот видите, депутатишка. Люди, да, действительно, совершают ошибки и за ошибки отвечают. Так ты и отвечаешь за эти ошибки? Почему тебя что-то не устраивает? Обещать смерти от кувалды, Вагнера и так далее за, пускай, глупую шутку. Да в смысле за шутку? Тебе четко намекают и объясняют, что ты, мразина, поступаешь неправильно. Скажи спасибо, что тебе не спалили машину, квартиру со всеми ее обитателями. Или тебя, или твоих родных не подкоругали около подъезда и объяснили на пальцах, почему так делать нельзя. Тебе не нравятся комменты в интернетах? Не присутствуй в интернетах, иди отсюда, смотри телевизор, работай депутатом и все, и никто тебе ничего не напишет. Посмотрите-ка, бедненькую плакается, плакается депутатишка. На твой взгляд, слушай, ты свой взгляд можешь обратить в свое очко. Вот, желательно сложить полномочия и свалить нахер. Итак, что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге, как очередная депутатишка сначала поплакалась, потом попыталась манипуляции, потом попыталась церкалить, потом попыталась показать нам, что на самом деле это она жертва, а не мы, и о том, что оказывается проблема не в том, что он отдыхает за границей, а оказывается в том, что его ролик попал. Очень интересно, очень дешево, очень тупо, но я надеюсь, что по возвращению найдется хотя бы несколько россиян, которые тебе на пальцах объяснят, что так делать нельзя. Но я могу только в это верить и могу только в этом надеяться, на самом деле это крайне маловероятно. Вот, как мы увидели, что даже малейшее осуждение и парочка комментов в интернетах заставляют депутатишку потрепетать, что на самом деле неплохо. Печально другое, что он, конечно же, не перестанет так делать, не поедет на СВО, не будет валяться в окопах вместе с другими ребятами, а продолжить, короче, чилить и жить своей лакшери жизнью. Что на самом деле прискорбно, но неудивительно. На этом все, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте несколько комментариев. Если хотите поддержать канал, все ссылки в описании, буду рад любой копейке. Если есть другие интересующие ваши ролики, которые вы хотите, чтобы я снял на них реакцию, присылайте, лучше всего в личку в телеграме. Вот, буду за это крайне благодарен. Все, счастья, добра, радости, пока. Спасибо, до скорого ролика.